Александр Лаптев, 36 лет. Жил в Сверловске. Ушел на фронт в июле 41-го. Участвовал в боях под Ржевом. 16 апреля 1942 год. Галина, ты высмеиваешь меня, как меткого стрелка. Как я стрелял, да еще и из автомата. В том-то и дело, что с моим зрением в самый раз из автомата стрелять. Из очереди в десятки пуль хоть одной да в цели попадешь. Погиб ли Володя? Да. В первый день боя за высоту к нам в блиндаж пришел начальник штаба и сказал. Володя убит. Ничего вещественного не принес. До этого ли? Потом я вызнал у своих бойцов, как, когда и где он был убит. Мы с ним однажды условились. Меня убьют, он сообщит. И наоборот. Он давал свой адрес, да я не записал. И забыл. К тому же вы и так все передадите. Он был тяжело смертельно ранен осколком вражеской мины у высотки. Последние его слова были «санитара, перевязку». Скоро кончился. И остался лежать, как рассказывают, с открытыми глазами. После боев вернулись все, кто мог вернуться. Володя нет. Дальше наша часть эту высотку оставила. Так нужно было. Александр. Александр дойдет до Германии. Войну он окончит под Кенигсбергом. А потом отправится на другую, с Японией. И останется жив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова